Ко мне в студию присоединился известный шоумен нашего города, Икрам. Привет, как твое утреннее настроение? Всем доброе утро. Привет, Даша. Настроение просто отличное, конечно, потому что у нас в Шимкенте отличная погода с утра. Из-за этого у меня отличное настроение. Еще раз всем привет. Давай начнем. Начну с моей любимой темы. Это социальные сети. У тебя большое количество подписчиков в Инстаграме, в Ютубе тысячи просмотров. Это связано с тем, что ты являешься шоуменом или ты заинтересовался гораздо ранее? Ну, я думаю, это связано с тем, что я занимаюсь той иной профессией, то, что я очень сильно люблю. И я думаю, что это мое. Ну, еще это связано с тем, что когда ты любишь свою профессию, ты работаешь с аудиторией так на все 100%. И, наверное, людям это нравится и подписываются, смотрят, лайкают, комментируют. Но не всегда положительные, бывают отрицательные. А на критику ты как реагируешь? Ну, ты знаешь, я такой человек, что я всегда из негатива делаю позитив. Для меня не существует негатив. Например, кто-то может сказать плохое, я беру с этого только хорошее. Потому что, тоже вкратце расскажу, что мы каждый год получаем повышение, у профессионалов еще круче нас. И они дают нам советы. Вот, пользуясь этими советами, всегда идем вперед. А как давно ты работаешь шоуменом? И что тебя на это вдохновило? Или, может быть, кто-то? Ну, ты знаешь, шоуменом я работаю уже, получается, четвертый год. Вот четвертый год я работаю. Вообще, шоумен это связано с музыкой. Вот это все, что связано с шоу. Вот там свадьбы, концерты, мероприятия. И ты знаешь, когда первый раз я вот вышел на сцену, или вот выступил я на каком-то празднике, и я понял, что это мое. Вот неинтересно мне ничего остальное, что вот музыка, вот это творческое направление, это мое, все. Я даже пришел домой, я сказал, мам, знаешь, что хочу? Родители всегда спрашивают у маленьких детей, кем ты станешь, когда ты станешь взрослым? И я отвечаю, мам, я стану артистом. Да, у меня такой первый ответ, это было еще в четвертом классе. Да, я сказал, мам, это я стану артистом, это моя мечта. Я хочу свое будущее связать с шоу, там, и так далее. Ну, все. И вот пошло, потихоньку идем к своей цели. А с кем из знаменитостей тебе удалось, посчастливилось поработать на одной сцене? Ты знаешь, ну, как в Шымкенте много, населенный пункт у нас узбеков, да. Вот в основном ко мне приходят узбекские свадьбы. И получается, ну, могу сказать, большинство. Большинство я прям перечислить не могу. Работаю я с узбекистанским шоу-бизнесом. Ну, с казахстанскими тоже есть, но не в таком количестве, как с узбекистанским. И с российскими только в малом количестве, да. Ну, вот знаешь, работать со знаменитостями, это очень, очень даже в плюс свою копилку, потому что ты набираешься опыта, ты на них смотришь, как они ведут себя, как они общаются, как они, вот, все-все связано с шоу-бизнесом, ты берешь свою копилку, получается. Ну, я беру свою копилку, это все, это в плюс всегда. Меня это устраивает всегда. Здорово. Насколько я знаю, ты ездил в Москву на кастинг песни на ТНТ? На ТНТ, да. Расскажи особо. Ой, это самое такое, ты знаешь, это самое такое кульминационное в моем жизни такое, когда я поехал. Вообще, с детства я всегда мечтал посетить Москву. А посетить Москву, еще, конечно, поучаствовать на проекте песни на ТНТ, это было вообще просто волшебное. Потому что я полетел туда, первые минуты, как я вступил, как я спустился с самолета, ну, эти минуты я просто не могу передать словами, это просто Москва, это такой город большой. Потом, да, я на следующий день, получается, с утра поехал поучаствовать на проекте ТНТ, тоже очень много набрался опыта. Ну, как сказать, опыта я уже набрался там более такой европейский стиль, да, там люди, ну, во-первых, стиль у них другой, во-вторых, направление шоу-бизнеса, это вообще другое, это не Шымкент, это не Казахстан, это что-то вот, то, что мы вот смотрим и всегда удивляемся, это вот, получается, это все в Москве. Ну, нас так классно поприветствовали, люди, которые сидели на кастинге, они очень добрые. Вот, например, я прошел два тура, ну, после второго тура, получается, я дальше не смог пройти, но и то они говорят, вы не расстраивайтесь, вы можете еще вернуться, у нас ТНТ на втором туре не останавливается, у нас еще будет третий сезон и так далее. Они прям так отправили, как будто я вернусь на третий сезон. И про Москву у меня просто слов нет, это просто сказочный город. Действительно, вот в детстве, наверное, нам всем рассказывали сказки, а едешь в Москву и попадаешь в сказку, да. А про ТНТ тоже, это уровень вообще классный. Ну, это правильно, да. Возможно, именно Москва сподвигла тебя снять этот мотивационный ролик, который я сейчас предлагаю нам всем взглянуть, а позже ты расскажешь о нем. Да, давайте посмотрим. Вера в себя. Важняющая деталь на пути к успеху. Если ее нет, то не будет ничего. Очень важно по-настоящему верить в себя. Верить всей душой в то, что ты делаешь. Верить и жить тем, что ты создаешь, что бы это ни было. На вашем пути всегда будут те, кто будет подрывать вашу веру в себя. Те, кто осудит, те, кто заставит сомневаться в себе. В этот момент самое главное не потерять эту веру. А если в себе верите только вы сами и больше никто, если так случилось, что даже близких людей ваша вера в себя смешит, несмотря ни на что, продолжайте верить. Просто всей душой, всем своим утром верьте в себя. Верьте в себя еще сильнее и мощнее. И поверьте, ваша искренняя вера в себя обязательно приведет к результатам. Ваша вера победит все! Что тебя сподвигло на создание такого ролика? Ну, в общем, я участвовал на конкурсе, ну, в интернете прочитал, и там было написано, что такая текстовка, что вы можете дать для растущего поколения. Ну, что вы можете снять, чтобы, ну, мотивировать растущее молодое поколение. А потом, ну, так, я подумал, ну, я подумал, вместе с режиссером мы подумали, ну, это черная полоса, это у всех бывает, а потом там человек кружится, и вот ассоциация, как ты добиваешься. Ну, знаешь, для меня вот всегда мотивациям становятся такие ролики, которые вот люди сами участвуют в этом ролике и показывают, с чего они добиваются. Вот смотря на этих людей, ты всегда удивляешься, вот почему бы я не могу так? Я же тоже человек, у меня тоже есть руки, ноги, глаза, я тоже могу так, тем более у всех свое направление, у всех свои таланты. И вот потом мы так-то подумали, и могу сказать, этот ролик был снят за 3 часа, так быстро, спонтанно, потому что до окончания конкурса оставались там считанные время, потом из-за этого мы так решили спонтанно решить, смонтировали, мы за час сняли за 2 часа, этот ролик был подготовлен за 3 часа. Да. Но этот ролик подготовлен был еще в 2018 году. Ну, он достаточно мотивационный. Мотивационный, да. Текстовку мы придумали, да. Так, мне помогла моя первая учительница вот текстовку придумать. И вот мы сняли, опубликовали. Скажу про результат этого конкурса. Мы заняли 5 место. Первые места, конечно, у нас занять не получилось, потому что были, конечно, еще круче ролики. Я с этим согласен. Например, я себя, конечно, не всегда ставлю лидеру, но я пытаюсь лидировать в своем деле. А в каких странах тебе удалось уже поработать шоуменом? И где аудитория тебя лучше воспринимает? Ну, Шымкент, Казахстан. По Казахстану я во многих городах был. А перечислю. Шымкент, Тарас, в Караганде был, в Алма-Ате, в Астане был. Потом в Ташкенте очень часто. Ездил в Эмиратах выступать. Теперь вот собираемся полететь в Египет. Потом в Кыргызстане очень часто бываю, потому что в Кыргызстане тоже русскоязычных и более такой присклонный к шоу-бизнесу тоже свадеб очень много. В Кыргызстане тоже очень много бываю. Могу сказать, что самое такое, самое такое необычное мероприятие, это у нас в Шымкенте. Я не знаю, может быть, это, конечно, я здесь... Ну, с пунктуальностью я могу сказать, что это, да, Шымкент у нас чуть-чуть подводит, но с пунктуальностью всегда мне нравится Алмата. Потому что бывали... Да, давай я тебе вкратце расскажу такую историю. Ну, я в Шымкентске еду в Алмату выступать, получается, и меня приглашают в 7 часов. А я говорю, да ладно, в 7.30 же начнем, и выхожу с гостиницы, еду в 7.30 туда. Я прихожу, все прям такие ждут меня. А вы говорите, вы чего опаздываете? Я говорю, ну, я же в Шымкентске. Они говорят, у нас же пунктуальность. Ты представляешь, я захожу в полный зал, прям до единого все, в коридоре даже никого нет. Вот пунктуальность Алмата меня, конечно, устроила. Но я думаю, я не буду выделять города или страны. Везде по-своему все праздники празднуются хорошо, прям отлично даже. Потому что, когда вот в Эмиратах выступал, я заранее смотрел ролики, заранее смотрел какие-то вот позиции, чтобы как преподнести народу. И везде по-своему хорошо. Везде по-своему хорошо. Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать шоуменом, как ты? И есть ли у тебя уже ученики, твои последователи в этом деле? По качеству быть всегда самим собой. Да. Слушаться только себя. Потому что, ты знаешь, люди, которые видны, по крайней мере, стараются быть видным, публичным, им дают разные советы с разных сторон. И вот столько я получал советы, все отрицательные. У тебя не получится, нельзя так, в нашем городе такого невозможно. Ну, это вот часть, таких вот множество таких-то советов получаешь. И причем от таких людей, которые вроде добиваются тоже много что. Ну, не в сфере шоу-бизнеса, но в другом сфере, да? И я думаю, мой совет, быть самим собой. Не слушаться никого, слушаться только свое сердце. И слушаться своих родителей. Вот меня тоже всегда мама, папа говорил, делай, что хочешь. Что тебя вот заставляет, чтобы ты улыбался, чтобы ты радовался. Делай, что ты хочешь. Все. Ну, я понял, что это все мое. Я все, иду мелкими шагами к своим целям, да? Ну, по поводу учеников и так далее. Вот меня часто пишут в Инстаграме. Вы там берете в ученики и так далее. Я не считаю себя каким-то учителем. Но я могу посоветовать кому-то такие советы дать, которые мне дают. Потому что мы должны передавать это все. Это в первом случае. А во втором случае, я считаю, я сам еще ученик. Потому что я не добился еще таких успехов, чтобы учить кого-то и так далее. Но учение. Учение. Всегда надо учиться, учиться, еще раз учиться, да. Это в плюс всегда. И напоследок расскажи вкратце о своих планах на будущее. О своих планах на будущее могу рассказать, что хочу, но я не хочу на этом останавливаться. Каждый год буду ездить, несмотря хоть куда. Да, например, если человек мотивирующий, он прям такой человек, я сейчас, по моему мнению, что он даст мне что-то необычное, что я получу именно от этих тренингов, от этих курсов что-то необычное. Я буду ездить хоть куда, хоть на край света. Потому что это мое, я люблю свое. Потом, что в планах в будущем, конечно, в этом году хочу жениться. Да. Да. Это тоже какая-то часть плана. Но в сфере шоу-бизнеса хочу не останавливаться, только вперед, вперед, вперед. Будем расширять знакомства. Знакомства никогда не помешают. В плюс всегда. Будем стараться. И, конечно же, побольше мероприятий и в своем городе, и в других городах Казахстана, в Узбекистане, где мы работаем. Ну, это все, я так считаю. Ну, это план, я могу сказать, что на 2019 год. Потому что, когда кончается год, я беру белую бумагу, я пишу свои планы на предыдущий, наступающий год. Прямо по словам вычеркиваю, каких планов я достигаю. А то, что я не достигаю, я перекидываю на следующий год, чтобы мотивационно мы достигали своих целей. И своих планов в будущем. Спасибо большое. Желаю тебе удачи. Надеюсь, у тебя все получится. Только вперед. Хорошего тебе дня. Спасибо. Спасибо вам тоже. Ну, напоследок хочу сказать, что никогда не сдавайтесь. Только вперед своими силами. Сами мы себе всегда хозяева. Так что удачи. Всегда вперед. А мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова